Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостях у нас сегодня музыканты, виолончелист Руслан Виленский и пианист Катя Сурикова. Катя к нам приехала из Лондона. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня состоится концерт, в котором для фортепиано и виолончели вы будете исполнять джазовую программу, насколько я знаю. Да. То есть, Руслан, вы вообще любите экспериментировать с жанрами? Вот недавно были концерты с Пабло Зигером, вы исполняли танго. Сейчас вы все-таки решили сконцентрироваться на джазе. Почему джаз, кстати? А я вообще себя кидаю во всякие интересные такие формации, и там присутствует какая-то доля риска, и это интересно. То есть, когда не очень safe, может быть, в какой-то момент не очень уверенно, но вот тогда есть какой-то момент такой magic, что называется. Поэтому да, я делаю разные проекты, и вообще я думаю, что все-таки, ну для себя я не разграничиваю каким-то образом вот это вот, да, вот тут я классический музыкант, и вот теперь я должен тут вот как-то соответствовать. Нет, это и консервативная составляющая. Нет, я думаю, что это вообще, я не думаю, что это сегодня актуально, это очень, мне кажется, в каком-то смысле несовременно тоже. Да, быть очень таким консервативным музыкантом, ну, в 21-меке, я думаю, что это просто не работает. Но вы, Катя, ведь начинали как классический пианист, и учились как классический пианист, но сейчас вы в основном исполняете именно джазовую музыку. В основном джаз, да, то есть как бы я уже 10 лет исполняю джаз, ну свою авторскую музыку в основном, вот, и ну как бы играю с разными коллективами, вот, и в том числе с Русланом я очень, как бы, мне доставляет очень большое удовольствие играть с ним, потому что он очень смелый человек, на самом деле, которых мало. Вот именно в классическом мире очень трудно найти исполнителей, которые, как бы, имея мощную базу такую классическую, техническую, да, не боятся действительно экспериментировать и что-то такое, искать что-то новое. Для классических музыкантов вот этот снобизм, он не свойственен, то есть есть классика и есть все остальное, и обо всем остальном, о всех остальных направлениях на них смотрят немножко свысока. Вот это, есть эта проблема, в том числе и на джазовую музыку? Ну, наверное, я думаю, все-таки надо, ну, может быть, в основном есть, но это сегодня так, да, я вряд ли думаю, что Рахматин с каким-то снобизмом смотрел там на, в Нью-Йорке на каких-то джазовых музыкантов, очень вряд ли, да, если они были действительно топ-музыканты, я думаю, что он их очень уважал. Поэтому снобизм, нет, снобизм это, мне кажется, только мой личное мнение от того, что в какой-то момент все эти там консерватории, да, все это образовалось, да, как система, вот, и естественно, потом там конкурсы есть, там есть это, то есть это какой-то креатив, креатив, короче говоря, пропал, да, и если мы сегодня говорим там о новой музыке, академической, классической, да, мы можем поговорить, ну, так поговорим, какие композиторы, Филипп Глаз, окей, там, не знаю, Гео Гончели, окей, Арвапиарт и так далее, ну, назовите имена, назовите имена, но такие имена, как, допустим, наравне с Островинским, такие имена, наравне, там, Шостаковичем, наравне, ну, и нет. Нет. Ну, нету, ну, нет, нет, то есть есть замечательные композиторы, есть замечательная музыка, но наравне, ну, это надо признать, ну, надо быть очень высокомерным, мне кажется, человеком, чтобы, ну, как-то, да, вот, баланс какой-то он должен быть все-таки. Но ведь, если посмотреть, все-таки классическая музыка и композиторы, которые работали в жанре классической музыки, в том числе и Шостакович, они использовали джазовые приемы, они использовали какие-то джазовые техники в своих произведениях. То есть можно говорить о том, что все-таки джаз и классика, они как-то взаимоинтегрировались друг с другом, взаимоинтегрируются? Ну, конечно, музыка, действительно, очень много провести можно в параллели, как бы, ну, через гармонию, там, гармония, ритмы, но мне кажется, что просто это, джаз, это несколько другое мышление, да, то есть, как бы, это как будто ты действительно вот сочиняешь музыку, это ты как бы более, как бы, ну, будучи даже исполнителем джаза, да, то есть ты становишься одновременно и композитором. То есть это музыка-импровизация? Это музыка-импровизация для меня, на самом деле, то есть я считаю, что вот именно то, что меня привлекает в джазе, это как раз этот элемент импровизации, но это не значит, что там нету структуры и что, как бы, все можно, да, напротив, то есть, как бы, там должна тоже действительно быть очень, то есть, мне нравится ставить себя в какие-то очень жесткие структурные рамки, классические рамки, вот, как бы, загнать себя туда и посмотреть, что получится, и какой креатив из этого можно извлечь, вот, вот это как бы, как бы, такой челлендж для меня настоящий. То есть получается, что хорошая импровизация – это подготовленная импровизация? Ну, подготовленная не имеется в виду, как бы, нота в ноту подготовлена, то есть это мне тоже ужасно не нравится, когда люди сидят и вот заучивают свои импровизации, но это точно то же самое, как вот классику сидеть, заучивать, это уже не импровизация. Ну, да, интерпретация, скорее, да. Да, да, но мы, как бы, занимаемся, что, как это называется? English? English. Ну, как бы, discover all possibilities, да, то есть найти все возможные варианты, вот, скажем, как обыграть, вот, какой-то гармонический пассаж или какую-то ритмическую фигуру, вот, как её, что с ней делать, вот, то есть… На самом деле, мы сегодня вот репетировали тоже по поводу вот этого, к слову, когда Катю вот поставишь, там, вот, в какие-то рамки, да, классические, всё, она сразу начинает, ну, отражение идёт, потому что нет свободы в музыке же как. Вот это, кстати, вот этот элемент свободы, он важен в джазе. Он важен в классике, он важен в классике, он важен в любой вообще музыке, когда артист – это что? Это когда ты есть ты, ты, вот, Катя пишет музыку, и она её играет, где-то она может строить другие гармонии, то есть она настолько свободна, чтобы, ну, настолько свободна, чтобы выражать себя, и это неважно, это классика, или это джаз, или это танго, и так далее, это какая-то такая свобода, то, что мы называем личностью, и так далее. Вот это самый кайф, а всё остальное, всё, что мы пытаемся объяснить, всё, что мы пытаемся всё время нарисовать, мне кажется, да, нарисовать, написать тысячу книжек и так далее, в этот момент, когда ты играешь, это вообще не актуально, да? Ведь музыканты нередко их воспринимают как, если мы говорим о классической музыке, то их воспринимают как ретранслятора. То есть есть Шостакович, есть музыкант, он может интерпретировать, но, тем не менее, он вот мысль Шостаковича должен донести, и, соответственно, свобода его как музыканта ограничена. Хорошо, Валя, а у меня вопрос. Мысли Шостаковича откуда он знает? Мысли Шостаковича, где это написано где-то, или кто? Что Шостакович оставил в нотах? Он оставил текст. Здесь немножко громче, здесь немножко тише, здесь нижнее, здесь и так далее. То есть, если человек играет Шостаковича, что, если он хочет быть близко к Шостаковичу и себя позиционировать, или он должен был общаться с Шостаковичем, как это делали Ростропович, Ойзрах и так далее, и жить в одно время с Шостаковичем, это так. Или же он должен, как Гульт и другие музыканты, себя, то есть, как бы стать Шостаковичем. А чтобы стать Шостаковичем, нужно знать всю его музыку, от симфоний до... То есть, почувствовать, ну, как внедриться в его музыку. И внедриться в его музыку, а не так, что ты просто сыграл одну сонату Шостаковича, и там, ну, это просто смешно, да, это так не работает. А в джазе, в джазе, чтобы почувствовать джаз, то есть, насколько глубоким должно быть погружение в эту музыку? Ну, стопроцентным, конечно, то есть, ну, на самом деле, тут еще нужно отметить, что джаз, на самом деле, сейчас понятие очень емкое, потому что сейчас, конечно, это тоже джаз стал, как бы, таким институтом, то есть, его тоже преподают сейчас в консерваториях, так же, как преподают классическую музыку. И вот начинают всех, значит, прокатывать, там, ну, Бат Пау, потом, там, Эллингсон, потом, там, Эванс, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее, так далее. Вот, а в результате, конечно, студент уже... А где студент? Где студент, да. То есть, студент уже, значит, закончив консерваторию, то есть, себя он в результате не нашел, но он научился играть как Чик Корея, там, и так далее. То есть, это такая индустрия уже в какой-то стиле музыкальной. Индустрия, а вот именно, действительно, погружение в джаз, ну, это, наверное, действительно нужно... Не, ну, конечно, это колоссальная работа, это погружение, то есть, это все, через все это нужно пройти, то же самое Бат Паул, Эванс, Чик Кореяки, Джарри, таля-ля-ля, все это нужно попробовать, но потом, в конце концов, как-то, каким-то образом найти себя. Но это, конечно, тоже методом проб и ошибок. Вот. И, конечно, играя как можно больше с разными музыкантами, которые работают в разных направлениях джаза, и как бы найти свое. То есть, я нашла... Ну, как я считаю, как мне кажется, я нашла свое как раз посредством вот комбинации каких-то классических элементов и элементов американского джаза и европейского джаза. А как бы европейский джаз, как известно, он ближе к современной классической музыке, да, и ближе к фольклору, то есть, там более такие открытые, как бы, гармонии, да, как бы, основанные на, там, ладах, да, вот эта модальная такая музыка, да, как бы, фольклора тоже очень много. Так что я, таким способом я, как бы, нашла свое какое-то вот такое направление, которое вот, ну, скажем, даже вот, ну, где-то посередине прямо вот между классикой и джазом. Ну, скажем, вот ECM, да, есть такой вот лейбл, да, который много записывает вот такого именно плана музыки. — Виолончель — это инструмент, который нечасто встретишь в джаз-бендах. Вот какая специфика погружения виолончелистов в джазовую музыку? — Я не претендую на то, чтобы быть джазовым музыкантом, я не претендую на то, чтобы быть танго-музыкантом, и, 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 то есть, я просто играю ту музыку, которая мне нравится, и каким-то образом себя развиваю. Вот все, никакого у меня нету там ощущения, я об этом не думаю, мы вот просто там садимся и играем, да, каждый раз немножко по-другому. У меня нету никакого такого объяснения, по которому, да, вот что я вот сейчас перешел каким-то образом, там мне говорят, ну, ты перешел, ты играешь танго, да, а, ты играешь джаз, а, ты сейчас будешь играть с гитаристом там аргентинскую там фольклорную музыку, в которой есть тоже элементы джаза и так далее, ну, да. В общем, мне интересна эта музыка. — Ну, вы же в этот момент, когда работаете над джазовым проектом, мы как раз говорили о необходимости вот этого погружения, вы погружаетесь вот в этот конкретный временной отрезок? — Да, ну, конкретно... — Растворяйтесь мне или как вот происходит? — Да, но я думаю, что как с Катей, на самом деле, мы начали играть ее музыку достаточно давно, в 11-м году, я же не помню, в 12-м году, да, и достаточно мы поиграли ее музыку, я знаю ее музыку, да, поэтому да, конечно... — Я, на самом деле, должна вот от себя добавить, что Руслан, конечно, он развился колоссально за последние годы, потому что сейчас, например, он как бы не боится просто сесть и вот прям импровизировать. Причем я ему ничего не говорю, что ему там надо делать и так далее, что я от него хочу, он просто сам садится, вот я импровизирую, он со мной импровизирует. — То есть вы никогда не знаете, как это произведение будет исполнено? Нет, ну, я думаю, вы понимаете некие рамки, но как оно будет звучать? — Да, конечно, татура есть, а... — Тогда есть какой-то элемент неожиданности, он... и то же самое, в принципе, когда в классике ты играешь, да, то есть если ты играешь 10 вечеров подряд какой-то концерт, не знаю, там, Чайковского, ну, любого, да, там, Бетховена, то, в принципе, каждая задача исполнителя, действительно, топ-исполнителя, чтобы каждый раз ему было интересно, когда он выходит на сцену. — Это сложно, это сложно, это сложно, это сложно, и вот должна быть такая личность тоже, которая... ну, да, это такой талант, короче говоря, мне кажется. — Это что-то на уровне чувств уже. — Интуиция тоже, да. — Интуиция есть, есть такой момент, есть такой, да, то есть иногда мы просто как бы ловим друг друга, да, и вот люди, с которыми вот действительно есть такая телепатия, с ними действительно удовольствие играть. С кем-то есть, с кем-то нет, вот обычно это, не знаю, я на самом деле очень быстро понимаю, есть или нет. — Ну, и это при этом, извините за тавтологию, нельзя объяснить техническими навыками, уровнем музыканта, это именно уже такой человеческий момент присутствует. — Ну, человеческий, но также, мне кажется, что это, может быть, какое-то единомыслие, что ли, музыкальное, да? — Единомышленник, да. — Единомышленник, да. — Это то, что называют химией, вот если так употреблять? — Ну, наверное, да, наверное, да. — Ну вот, кстати, по поводу джаза, опять же, существует, даже не стереотипы, существуют традиции, джаз – это музыка чёрных, и, соответственно, насколько белый человек, ну, если мы говорим в таких категориях, может это понять, и может это принять, и может это, может быть, переосмыслить, и что-то своё внести в эту музыку? — Ну, я вот честно вам скажу, что как бы так просвинговать, как Оскар Питерсон, очень сложно белому человеку, если честно. Поэтому я, например, лично туда не лезу, потому что я знаю, что, ну, я не смогу так всё равно, даже при всём моём желании, ну, не знаю, может быть, прожив в Америке, там, не знаю, полжизни… — В Новом Ирлеане. — Да, да, в Новом Ирлеане, да, и поиграв с этими людьми, да, которые в этом всём как бы вот варятся, да, может быть, я бы там что-то переняла, но, в принципе, как бы я честно, как бы я европейских корней, да, выросла в Британии, училась на классике, и поэтому, ну, не могу я играть как чёрный, то есть это будет просто… Мне кажется, вот в музыке должна быть какая-то присутствовать искренность и честность, да, то есть я знаю, что есть действительно очень много белых музыкантов, не побоюсь этого слова, которые отменно свингуют, да, и так далее. — Это технический момент. — Ну да, скажем так, но это как бы это восприятие, то есть это вот действительно это как бы такой как бы фил, что называется, да, но, конечно, так просвинговать, как чёрные музыканты, я считаю, что могут только они сами, вот, но… — Но белый человек, он что-то вносит в джаз? — Конечно, конечно, нет, безусловно, конечно, он вносит, но именно вот то, о чём я говорила, как мне кажется, именно какие-то элементы из классической музыки, элементы из фольклора, ну, тот же самый Кейт Джаррид, например, который вот я услышала, не знаю, сколько мне было там, ну, лет 12-13, например, для меня это было огромным открытием, кёльнский концерт, вот, и вот он, например, конечно, внёс много-много, и с классической музыки, и с фольклора, да. — Билл Эванс тоже, да, 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 да. — Билл Эванс тоже, да, 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 да. — Гений абсолютно, так что так тоже, да, только чёрные что-то. — Да-да-да. — Если говорить о такой, опять же, классической, классическом афориме о джазе, что фальшиво, уверенно сыгранная фальшивая нота считается импровизацией, вот насколько к джазу справедлива такие вещи, что ошибаться в джазовом исполнении, ошибаться можно и легче, чем, например, в исполнении классических произведений. — Ну да, мы все шутим. — Или это такой дилетантский некий такой образ, который вот часто вбрасывают. — Ну да, это как бы это и так или не так, то есть как бы, что типа если ты сыграл неправильную ноту, то сыграй её ещё раз. Вот что, ну, не знаю, мне кажется, что тут дело не в этом, как бы ошибаешься ты или не ошибаешься, а как ты от этих своих, как бы, в кавычках, ошибок, как ты их обыгрываешь, как ты от них уходишь. Вот, и вот в этом как раз, я думаю, что это и талант, и мастерство, вот, потому что, конечно, скажем, играть целый концерт, ну, как тот же самый Кит Джарид, да, вот он играет целые сольные концерты где-то, просто сплошная от и до импровизация, то есть, ну, конечно, невозможно сыграть это всё технически чисто, когда как бы такой поток сознания, да, идёт музыкальный. То есть, конечно, будут какие-то там, ну, я не знаю, маленькие или какие-то огрехи, да, но, ну, просто надо идти дальше и мыслить уже вперёд. То есть, получается, что вы сейчас употребили этот термин поток сознания, у Пруста, например, в литературе тоже именно этот жанр так называется, джаз – это поток сознания? Это поток сознания. Ну, как бы, в принципе, вот мы тоже об этом говорили только что с Русланом, конечно, это колоссальная работа, которая должна быть проделана до концерта, да. То есть, концерт – это вершина. Да, но концерт – это уже просто поток сознания, когда ты уже садишься, то есть, я уверена, что Оскар Питерсон там или Кит Джарид, то есть, они не сидят, уже там, ну, не сидели, играя там концерт и думали, что вот так сейчас у меня тут, значит, соль диез минор там с пониженной пятой, а теперь у меня, то есть, конечно, это, нет, это просто закрываются глаза во многих случаях, да, и человек просто, это поток сознания идёт. Возможность в этот момент создавать, в этот момент, потому что ты начинаешь играть концерт с первой ноты до последней, и всё, на этом истории заканчивается, это люди пришли послушать концерт, и это момент, который происходит сейчас, завтра будет другой момент. Ну вот в этом как раз и специфика джаза, и то, что делает джаз таким неповторимым, потому что ты понимаешь, что ты придёшь на концерт классической музыки, ты услышишь всё примерно то же самое. Ты придёшь на джазовый концерт, ты услышишь тему, которая похожа, но ты, в принципе, понимаешь, что там совершенно другая последовательность нот будет. В этом есть некое волшебство. Конечно, да, да, да. Давайте прервёмся сейчас на новости рекламы, потом вернёмся и продолжим. Руслан Виленский и Катя Сурикова у нас в гостях сегодня. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу, встретились, поговорили. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. В гостях у нас сегодня музыкант и виолончелист Руслан Виленский и пианист Катя Сурикова. Ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в Музее мореходства пройдёт концерт, джазовая программа. И вот я так понимаю, что вы будете чередовать свою музыку и классический джазовый репертуар. Как у вас будет построена программа? Нет, мы не будем ничего чередовать, мы играем только музыку Кати. А если совсем повезёт, тогда мы сыграем какие-нибудь стандарты. На бис. Да. Может быть. А если совсем повезёт, давайте об этом поговорим. Если публика будет тебя хорошо вести, тогда мы сыграем. Ну вообще вы, Катя, уже выступали перед рижской публикой? Я выступала, да. Не знаю, когда это было, несколько лет назад. Да. Ну нет, даже это было, не знаю, три года назад, четыре года. Мы делали проект, такой большой проект, называется Катина. Там была тоже Катина музыка, называется Queen Moodland. Там играла Катя и её чест-трио. Потом играл я, играла Ксения Сидорова, аккордеон. Аккордеон, да. И Пушкарёв играл на... Пушкарёв играл, да. И Аня. Да, да, да. Рижская публика, она насколько понимающая, вот насколько она принимающая какие-то эксперименты, в том числе и джазовые, вот как вы её чувствуете? Ну, Руслан, наверное, это ближе, поскольку он на рижскую публику знает больше. Ну да, меня всё-таки труднее судить, но как бы у меня на самом деле воспоминания самые тёплые о вот прошлых наших концертах, вот, и мне кажется, что им понравилось. Не, я думаю, что здесь замечательная публика, если публике, если ты стараешься быть тем, кто ты на самом деле есть, если люди действительно просто хотят прийти тебя послушать, вот и всё. Я думаю, что нет вообще никакого там секрета, ты просто выходишь, играешь, если это людям нравится, если это им нужно, если они считают... Да, играешь, что могу тебя, низкий. Да, и что-то интересно, тогда вот есть, ну вот так, честно. Быть собой на сцене – это сложная задача, потому что вот нередко возникает такой спор, быть или казаться, да, то есть и, может быть, иногда казаться – это более успешно с точки зрения привлечения внимания. Что-то упростить, там, не сыграть какую-то сложную вещь, потому что, ну, кто-то её не примет и скажет, ой, это очень сложно, я не пойду. Вот насколько легко или тяжело быть собой на сцене? Катя? Ой-ой-ой, да, это очень хороший вопрос, очень непростой вопрос. Ну, тут опять же вот вопрос об искренности, наверное, да, и какой-то честности, что ли. Ну, я не знаю, мне кажется, что я, например, как музыкант, я иду на риск, и мне как раз, и ради этого я играю как раз, вот ради этого риска, ради этого момента, который может получиться, а может не получиться. Ну, я готова идти на этот риск, потому что, если получилось, то это просто, ну, наслаждение какого, я не знаю, ну… А получилось это, если зритель принял, да, вот это вот? Ну, во-первых, если зритель принял, то есть как бы это чувствуется отдача, конечно, то есть, не знаю, в целом, я это чувствую, я чувствую, что если есть отдача какая-то, да, то есть я питаюсь этим как исполнитель, да, какой-то вот реакцией из публики. То есть это даже не обязательно, ну, разумеется, если играешь в джазовых клубах, то принято после, там, соло, когда, значит, какой-то инструмент проиграл свое соло, там, да, сольный пассаж, импровизацию, то принято похлопать. Но, скажем, в моей музыке не всегда очевидно, где нужно хлопать, а где не нужно хлопать, но все равно это энергия, скажем, да, которой, скажем, я чувствую, я и питаюсь, да, позитивной энергией из публики. Вот, и мне кажется, что им тоже, они, ну, они чувствуют, что я что-то им отдаю, что я иду на риск, то есть, как бы, что я иду на это честно, и, то есть, я их, как бы, ну, не обманываю, скажем так. А у вас нет такого ощущения, что иногда вы понимаете, что вы сделали очень хорошо, сделали классно, получили удовольствие, а публика это не поняла? Бывает и такое. Вот это отсутствие взаимодействия какое-то. Бывает, конечно, и такое. Вот как вы психологически воспринимаете вот такие вещи? Ну, это сложно, это сложно. На самом деле, для меня даже важнее, ну, конечно, мы играем на публику, и, то есть, это очень важный элемент, потому что иначе тогда зачем играть, да? То есть, мы же не для самих себя играем, да? А это вот многие бы тебе сказали, что ты вот неправильно, что мы играем только для себя и только для собственного, это самое. Ну, если это честно, если человек, скажем, вот он искренне считает, что он играет для себя, а дальше уже его либо принимают, либо не принимают, то есть, это тоже может быть честно. Можно я быстро отвечу, может быть, Руслан добавит? Мне кажется, что это очень важно. Для себя играть это тоже очень важно. Важно, чтобы, как бы, музыкант был удовлетворён тем, что он делает на сцене, да? Да, и от этого исходит уже всё остальное, да? То есть, если, мне кажется, музыкант удовлетворён и как бы наслаждается процессом, да, происходящего, да, то значит, все остальные тоже, опять же, да? То есть, больше шанса, что публика это поймёт и оценит. Вот здесь мы подходим к вопросу, опять же, взаимоотношения артиста и аудитории. Это, в общем, и писатели, и его читатели, и журналисты, аудитории и так далее – это традиционная история. Например, журналист или там музыкант, он должен воспитывать, условно говоря, воспитывать неправильное слово, хорошо, он должен пытаться поднять аудиторию до своего уровня, или он должен, наоборот, где-то снижать этот уровень для того, чтобы быть понятным? Вот где вот эта грань присутствует, как вы считаете? И есть ли она, может, я неправильно воспринимаю? Руслан. Я думаю, что если этот человек, его интуиция ему говорит, что вот он всё-таки движется в каком-то направлении, вот эта интуиция, да, вот он должен слушать свою интуицию. Если, допустим, мы же могли, вот, допустим, просто пример, мы же могли сейчас поставить с тобой все джазовые стандарты известные. Мы же этого не делаем, мы играем Катину музыку. В прошлый раз, когда там приезжал Павло… Весь зал забит, вот это очень приятно. Да, это приятно. Допустим, был Павло Дзиглер, 60% музыки был Павло Дзиглер, и там был Астров Пиацоло. Потом был там, Павел Руссо приезжал в июне, там тоже было 80% его музыки. Это люкс, это просто такой кайф, что ты можешь музыкой вот сегодня, та, которая написана сегодня, контактируя непосредственно с композитором, с музыкантом и так далее, играть, да, а не просто повторять. И делать это, ну, в первую очередь для себя, чтобы тебе как-то не было, ну, вот, не знаю, что ли… Мучительно, больно. Да, ну да, 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 да. Ну, как-то так, я не знаю, мне сложно. Не, ну, мне кажется, что тоже нужно немножечко, конечно, ну, не грузить совсем публику, да, но немного их просвещать тоже, да, ведь? Потому что, ну, а как иначе? Не знаю, а я думаю, я по поводу просвещения, смотря как, ну, просвещение, ты просто выходишь и играешь музыку, ты же не можешь объяснить. Нет, ну, для них-то это ново. Нет, для них-то это ново, да, но если это убедительно… Ну, вот я об этом, да. Да, что-то понравится, может быть, что-то не понравится, что-то будет там экспериментально, но, в принципе, в общем, какая-то картина есть, да, и вот если это общая картина, ты её принимаешь, тебе она нравится, ну, тогда ты доволен, зря пришла. Мне вот такое, можно, извините, пришло слово очень интересное – рассказывать. Да, рассказывать – это да. Рассказывать. А музыкант ведь он тоже рассказывает истории. Да, вот именно, мне кажется, что вот это важно, если ты, как музыкант, им, имею в виду публики, рассказываешь, и они, скажем, визуально, ну, это, на самом деле, то, что я вот себе говорю, как бы, перед концертом, да, перед каждым своим концертом, что надо рассказывать, как бы своей, вот, ну, сочиняя, рассказывай, да, и таким образом публика представляет какие-то виды, какие-то образы, да. Да, и вот это важно. Но вы сами, когда садитесь за инструмент и начинаете играть, вы работаете с образами? То есть они как-то у вас визуализируются или как-то по-другому? Это помогает, да. На самом деле, я всегда пытаюсь как-то всё-таки представлять немного у себя, какие-то картинки себе рисовать. Ну, и также, когда я пишу музыку тоже, я, в общем-то, очень редко пишу просто так, вот, как бы из вакуума. То есть это всегда чем-то, произведение всегда чем-то должно быть навеяно. И поэтому сразу же какой-то образ. Да, и причём, вот, да, пара слов про картинную музыку, я могу сказать, что это не какой-то там contemporary jazz, да, современный джаз, чтобы попасть в формат современного джаза, потому что это модно. Такой адаптированный вариант. Интересно, потому что, чтобы все сказали на фестивале, что это modern jazz, да, мы не пытаемся, ну, я не пытаюсь, не думаю, что Катя пытается попасть в какой-то формат, который для кого-то, нет, нет. Это достаточно юмор. Я просто рассказываю. Да, рассказываю. Музыка очень лиричная, очень понятная, очень accessible, да, так что вот это я хотел тоже сказать. Что там нет ничего такого навороченного, да, современного, да, чтобы только казаться современным, потому что у нас сейчас такие тенденции модно, чтобы меня пригласили туда или на этот фестиваль. Нет, но при этом она как бы не простая, не примитивная, то есть там очень много нюансов, но, в принципе, да, accessible, я думаю, что это хорошее слово. Ну, если говорить о джазовом золотом веке, это начало 20 века, и вот сегодня, если сравнивать с тем периодом, вот уже Руслан говорил о том, что мы, по крайней мере, сейчас не можем найти сопоставимых фигур с Травинскому, Шостаковичем в классической музыке. Ну, в джазе сейчас, как этот период, который мы сейчас переживаем, как его можно охарактеризовать? Вряд ли это золотой век, но, тем не менее, вот что происходит сейчас? Ну, много чего, на самом деле, происходит, то есть, как бы, ну, опять же, вот я упоминала лейбл ECM, да, которые, в принципе, они, Манфред Айхер, да, значит, которые вот всем этим заведуем, в общем, он такой первопроходит, первопроходит своего рода, да, то есть он как бы еще в 70-х начал, в общем-то, приглашать таких, скажем, еще тогда малоизвестных музыкантов, но которые действительно экспериментальных, интересных музыкантов, которые действительно делали что-то свое, какие-то открывали свои новые направления, ну, в общем, вот они начали их приглашать записываться, да, и, ну, не знаю, для меня, например, до сих пор самая интересная музыка, вот джазовая, да, которую я слушаю, она как бы именно вот на лейбле ECM, да, то есть много чего происходит. Ну, например, там, в Германии, там, например, в том же самом Берлине очень сейчас актуально всякая такая суперэкспериментальный джаз, где просто как бы люди, ну, я не знаю, если ты пианист, то скажешь, всего ты как бы там, ну, до клавиш даже не дотрагиваешься, такой минимализм, да, и как бы все это внутри инструмента, вилками, ложками туда и так далее, вот, то есть это довольно-таки, и интересно, что как бы у этого тоже есть, у этой музыки тоже есть как бы своя публика. А нет вот ощущения, кстати, вот мы в свое время говорили с Андреем Макаревичем на эту тему, что под так называемым концептуальным искусством часто скрывается, ну, условно, я сейчас упрощу до такого абсолютно примитивного уровня, человек не умеет рисовать, но он нарисовал что-то непонятное и говорит, что это произведение искусства, соответственно, и когда ложки, вилки и прочие вещи вовлекаются в музыку, это часто является маскировкой того, что, в общем-то, они не могут сыграть лунную сонату. Это и есть. Очень-очень-очень правильно, потому что человек, который играет или рисует и там занимается искусством, у него должны быть такие знания, или снимать фильмы, знание того, что было, должна быть база, а если у тебя никакой базы нету, и у тебя, и ты вдруг, тебе в голову пришло, что ты большой новатор, ну, просто пришло в голову, да, и ты там, у тебя показалось, что там, режиссеру показалось, что там, надо, надо, о да, он так видит и так далее, да, но это абсолютно не соответствует, то есть он даже не прожил ту историю, он ничего прожил, он просто, ну, давай сделаю, да. Поэтому я думаю, что это очень правильно, должны быть знания, и на основу на этих знаниях ты каким-то образом формируешь свой путь. Или в джазе, ты знаешь, и Билла Эванс, ты знаешь, и Майлз, ты знаешь все альбомы и так далее, ты из-за этого формируешь какую-то свою дорогу. Нет, но сейчас проще такое время, сейчас все можно, сейчас все можно, и поэтому сейчас куча всяких направлений, то есть вот мне на самом деле трудно очень ответить на вопрос, что такое джаз. Вот, и когда меня как будто спрашивают, ну вот ты там джаз играешь, я думаю, я даже не знаю, джаз это или нет, но я думаю, что действительно больше всего, больше джаз, нежели что-либо еще, да, иное, но сейчас очень много всего направлений. Допустим, классические фестивали, да, это очень верно, классические фестивали на сегодняшний день многие, даже большинство, я бы сказал, исключая, допустим, такие большие фестивали, традиционные, как Зальцбург и так далее, ну в Европе, некоторые в Америке, они стали уже World Music Festivals, мировой музыки, да, то есть это значит, что… Просто не джазовая, просто мировой музыка. Да, классический, да, был фестиваль классической музыки, а потом организаторы, естественно, понимают, так, ага, значит, классическую музыку надо звать или звезд, которые играют действительно очень интересно и так далее, но не всегда это возможно, они могут позвать какого-то World музыканта, который играет на интересном инструменте, необычном и так далее, ну, соответственно, людям интересно, они ходят на эти концерты, да. Но это не снижает планку вот эту вот, такая эклектика музыкальная, которая в этих фестивалях присутствует? Ну да, но я опять же сказал, что есть такие фестивали традиционные, как Зальцбург и другие, они как есть, так и будут, да, туда, там невозможно себе представить, что там выходит, там, не знаю, кто-то из джазового мира, да, но… Так что я думаю, что есть разные, но такая тенденция, конечно же, есть. Ну и эклектика, да-да-да, и, ну, на самом деле, именно вот посредством комбинации вот этих разных элементов иногда можно найти что-то очень интересное, да, вот в музыке, ну, опять же, в джазе. Да, я думаю, что, да, я думаю, что не надо бояться, у меня такое ощущение всё время есть, потому что это как-то, что немножко бояться куда-то вот ступить куда-то, да, на какие-то неизведанные… Ну, почему, например, вот скандинавы молодцы, скандинавы, я много играю с норвежцами, у них всё очень смело, потому что они как бы давно уже расстались с традицией, я так понимаю, и… То есть я не хочу сказать, что это как бы моё, да, но вот нередко видишь, ребята просто сидят на сцене как бы с проводками, да, и это называется нойз. Шум. Вот, просто как бы вот шумы такие создают, это… Ну, это интересно? Или это просто потому, что вот опять же, ну, если возвращаемся к классическому примеру, Малевич нарисовал чёрный квадрат, но до этого он ещё нарисовал много других картин, которые… То есть он умел писать, он умел рисовать, но вот просто пошуметь, допустим, вот это… Вот вам это как музыканту, это интересно? Или это просто, ну, вышел человек с проводками? Вроде необычно, но ценности… Ну, опять же, если в этом найти какую-то, скажем, структуру и развитие даже вот в этих вот проводках, вот как человек, скажем, строит… Вот у него полчаса, да, на то, чтобы нашуметь этими проводками, но вот как он, скажем, выстраивает свои эти шумы, чтобы из этого какая-то получилась структура, какое-то развитие, какая-то кульминация, вот это мне интересно как раз. Но в этом может быть красота, как вы считаете? Я думаю, что, ну, конечно, может, но мне кажется, что вот такая именно музыка очень хороша в контексте, скажем, в контексте в каком-то визуальном, например, а в контексте там танца или в контексте… Ну, да ведь? То есть уже такой перформанс. Как перформанс. Мне кажется, что вот просто так, конечно, слушать, сидеть – это сложно. Как шуметь. Да, но это, опять же, сразу-сразу очень ограниченная аудитория. Этот процент людей, которые это будут слушать, он будет ничтожным. Абсолютно. А если это еще не будет поддерживаться финансами, ну, просто… Маркетинговая история. Да, или государством, которое спонсирует там современную музыку, спонсирует современное искусство и так далее, и вливает определенную, ну, просто вливает туда деньги. Естественно, это такой искусственный стимул по-любому. Если компания вливает деньги, она раскручит эти провода, она создает иллюзию того, что это модно, это классно. Там, не знаю, еще пару мировых джазовых музыкантов скажут, что «Ой, я увидел там что-то другое». Но это ведь не значит, что это действительно хорошо и классно. Это может как раз вот эта иллюзия. Да, это может быть абсолютная иллюзия, но людям же нравится верить в разные иллюзии, людям же интересно что-то необычное. А музыка дает иллюзию? Вот хорошая настоящая музыка, это все-таки ведь здесь игра с иллюзией присутствует? Это вот к вопросу «Быть, а не казаться? Казаться или быть?» Все-таки вы ведь не даете, ну, я так предполагаю, людям иллюзию, когда на ваших концертах. Вы стараетесь дать им что-то настоящее? Ну да, нет, ну да, иллюзия там вряд ли присутствует. А иллюзия в музыке, вот в создании иллюзии в музыке, вот, ну не знаю, пример опять же приведу, пусть меня не обижается Анастасия Волочкова или там Николай Басков. Вот это иллюзия оперной песни и балета, да, ну тем не менее. Но многим нравится, у них аудитория, у того же Николая Баскова, будет в разы больше, чем у Волочкова, больше, чем у Захаровой, хотя Захарова прим Большого театра, у него не вызывает сомнение, что она хорошая. Ну, я думаю, что это просто, ну мы живем в такое время, и раньше тоже была, естественно, аудитория Леонарда Бернстайна, она в разы была меньше, чем Фрэнка Синатра, да, или, ну просто, да, это так всегда, в принципе, и было, да, мы, я не думаю, что что-то сейчас особенно по-другому, да. Единственное, что, конечно, можно продать много, много вещей просто с помощью эффективных инструментов, да, маркетинга и так далее. Ну, кстати, Фрэнк Синатра, ведь это все равно явление в музыке, это как раз вряд ли его можно назвать. Ну, конечно, величина, да. Величина, да. Ну, конечно, это величина. Ну, сейчас много, в принципе, еще людей, которые играли, музыкантов великих, которые играли в 70-е, 80-е, они еще все играют. Ну, да, кстати. То есть, в принципе, не надо так уж сразу все. Ну, на самом деле, да, но я не скрою, что, конечно, мне, вот, как, скажем, как музыканту, мне, ну, до сих пор мне импонируют, действительно, люди, которым, ну, скажем так, ну, там, за 45, например, да, музыканты, которые, вот, действительно, они начинали. Уже такая некая зрелость. Начинали, там, скажем, вот, в 70-х, 80-х, да, и вот сейчас уже, как бы, достигли какого-то, там, уже рубежа, этапа, да. Да, и, ну, из молодых исполнителей, на самом деле, да, вот. Я думаю, что есть, я слышал просто потрясающих и джазовых пианистов, я там могу столько назвать, действительно, ребят, которые играют, ну, на мой взгляд, здорово, просто здорово. Другой вопрос, какая, там, какая у них аудитория, знаю, знают их здесь, они знают, вот, цель, там, скажем, моей серии здесь, в Латвии, да, это цель, просто знакомить с музыкой, которую, может быть, которая не так широко известна. То есть, в этом есть всё-таки вот этот просветительский элемент, он присутствует? Ну, да, не, ну, просветительский, это прям просветитель, это уже что-то такое. Ну, да, 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 да. Но, да, ну, есть элемент, конечно, хочется, просто хочется, чтобы люди действительно слушали хорошую музыку, чтобы им был хороший вкус. А если у них хороший вкус, значит, они живут лучше Они просто живут лучше, им интереснее жить Им интереснее что-то новое для себя узнать Их сложно переубеждать в чём-то Они думающие люди Здесь я обратил внимание, это очень субъективно Что в последнее время на концерты классической музыки Или на концерты джазовой музыки людей стало ходить больше То есть в той же реге залы заполняются Мне кажется, что раньше это было гораздо сложнее Сейчас вот как будто бы появилась эта потребность И вот мы говорили в этой студии со многими сверстями Многие считают, что эта потребность возникла в том числе и в свете событий Которые в мире происходят Вот эта нестабильность, эти войны, эти какие-то геополитические изменения И сейчас вот есть эта тяга к чему-то настоящему Вот насколько вот, я сказал уже, что это мой субъективный взгляд Насколько вы видите что-то похожее или не видите Вот что-то такое наблюдается, что тянутся люди к чему-то такому вот стабильному Прекрасному Ну прекрасному и в то же время стабильному Потому что это некая основа, как мы понимаем, уже существующая традиционно Ну я думаю, если надоест слушать, все время какой-то формат, который льется из... Голубые огоньки на российском телевидении Не, это вообще, это я случайно, я случайно это... Не, ребят, знаете, я думаю уж так, что это выглядит смешно Это просто такое ощущение, что просто попал куда-то на 25 лет назад 25 лет назад говорят лучше, конечно Лучше, да, или там, я не знаю Говорят Да, поэтому нет, ну я просто хочу сказать, почему нельзя... Ну как бы иногда у меня такое ощущение, что как бы, может быть, нельзя говорить Или, может, кого-то, что это уже, это уже не то Но просто такое ощущение, что эти люди иммортал, понимаешь, они не какие-то... Они горцы, да? Они выглядят сейчас лучше, чем 25 лет назад Как написал кто-то, справедливо, с критиками Но тем не менее, это массовый продукт И Константин Эрс, в частности, говорил о том, что я от этого не откажусь Потому что если я от этого откажусь, если я буду делать что-то современное То от меня уйдет значительная часть аудитории И они перейдут на другой канал моего конкурента Да, но я думаю, что все-таки... Я не говорю, что весь формат телевидения неинтересный Вот я как раз об этом не говорю Там есть передачи, которые действительно хорошие Есть передачи, да? И которые стоит смотреть Я говорю, что все телевидение, это ужас и ужасно И вообще не смотри телевидение Об этом не идет речь Я говорю, что просто формат, допустим, музыкальный Или развлекательный Или ищем звезд И так далее Ну нашли мы звезду, и дальше что? Мне кажется, тут еще есть такой момент Вот как мне кажется, что то, что хочет публика И то, что им предлагает промоутеры Это совершенно разные вещи Потому что, скажем... Это замкнутый круг Публика включает Пугачева В то же время ее никто не отучивает от того, чтобы включать кого-то другого То есть альтернативу, по сути, не создает Ну и так везде, не только в попсе То есть так, я думаю, и в классической музыке Но и в джазе тоже, в общем-то, отчасти То есть, как бы без конца Вот я замечаю такая тенденция Значит, делать всякие, как бы Это как называется, как это будет по-русски Tributes, да? Это, значит... Tribute to Astro Piazzolo Tribute to Ellington И так далее, и так далее, и так далее То есть, работа с проверенными именами Да, да, да Допустим, танго-проект С музыкой Astro Piazzolo Какой-то исполняет танго-оркестр Там, это какой танго-оркестр Где-то То есть, там этих танго-оркестр Там, я не знаю, десятки Может, сотни Мне тоже кажется, что те же самые известные Уже более-менее, да, джазовые музыканты Например, то есть, их постоянно загоняют Я так понимаю, промоутеров Какие-то такие вот рамки Что, ну, сейчас у нас там трибют будет Ellington А что им остается делать? Ну, они вот играют Ellington Хотя они сами способны совершенно Написать свою, как бы, новую оригинальную музыку Но вот они пережевывают, значит, вот эти трибют И чтобы выйти из этого замкнутого круга Вот как раз-то сложно прорвать вот это кольцо Я думаю, что, я думаю, что, может быть, выходить Там, пробивать стены Я не думаю, что нужно Я думаю, что нужно комбинировать Ну, вот я так думаю, да Я думаю, что нужно комбинировать То есть, делать Окей, значит, здесь я играю классику Но в то же время Я хочу вот играть вот это Я это все равно сделаю Значит, сейчас, что мне там нужно сказать? Ага, окей, это концерт Дворжика Хорошо, я сыграю концерт Дворжика Но вот через два-три дня я бы хотел сыграть с Катей Суриковой Можно программу сыграть? А потом, какой концерт вы хотели? А, вы хотели Гайя на концерт? Хорошо, я сыграю Гайя на концерт Но вот у меня есть программа с Павлом Зигером Можно, пожалуйста, поставить ее там в сезон И так шаг за шагом И так шаг за шагом и так далее Вот я думаю, что Ну, вот если вот так мыслить Это, да Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу Ну, музыканты сегодня встретятся с вами А вы с ними Я надеюсь, что в музее мореходства В семь часов начала Руслан Виленский, виолончели и Катя Суриков Фортепиано Сегодня будут играть джаз в Риге Спасибо вам большое за этот разговор Спасибо вам До свидания